Ещё раз здравствуйте. Мы сегодня говорим о Фриде Каллов. И оказалось, что за всю свою карьеру лектора, а это больше четырёх лет, я первый раз говорю, точнее, первый раз центральным персонажем моей лекции становится женщина. Вот такой, оказывается, у меня сосиский подбор авторов. И то, что у Фриде Калла именно женщина, сегодня это не случайный фактор, то есть это действительно важно, её гендерная позиция, её гендерный роль для её живописи. И здесь, я думаю, что у многих, особенно обитателей интернета, может возникнуть такой триггер, что, ага, вы будете говорить о женщинах, наверное, это что-то феминистское. И сюда может накладываться тот факт, что Фрида, например, ну вот, то, что она как бы забыла позитив, да, что она там не следит за собой, так как этого требует общество, по крайней мере, современное, то, что у неё были лезвийские связи. И я думаю, что очень многие могли бы вот так вот её отнести в такой кластер для феминисток, сказать, а, всё понятно, и мы это больше не будем рассматривать. Я думаю, что для самой Фриды вот этот вот ярлык, феминистка, не феминистка, вообще не имеет никакого смысла, поскольку она исходила из совершенно другого культурной ситуации, совершенно из другой идеологии. И более того, для неё роль именно женщины, жены, хозяйки и матери, которой она так и не смогла стать, это была очень важная роль. Это была центральная роль для её жизни. И вся её, по сути, творческая карьера была связана с мужем. Именно он посоветовал ей продолжать заниматься живописью профессионально. Именно его она считала тем самым мужчиной, который выполняет её жизнь смыслом. Это Диего Ривера. В то время Диего Ривера — это суперзвезда живописи. Это человек, который известен по всему миру. И сама Фрида себя воспринимала, это отразилось на её картинах, как жена великого художника. Она изображает себя на портрете, в таком свадебном, правда, через два года после свадьбы, вместе с Диего, у Диего в руках кисти и палитра. Диего здесь художник в нашей семье. И Солнцем тоже, в общем-то, говорил о том, что именно Диего великий художник, а Фрида, ну, как бы, занимается каким-то хобби, помимо своих домашних обязанностей. Я хочу обратиться к вам, спросить у вас, кто слышал до этой лекции о том, что вообще существовал такой художник Диего Ривера? Кто слышал его имя? Влад, можно тебя спросить, в каком контексте ты слышал о нём? Я его слышал в контексте, когда слушал альбом о Балайо Риве, и там есть песня Фрида, и, да, как раз, пелась какая-то художник. Там песня посвящена Фриде. Да. Ну, это очень типичная ситуация. Мы с Владом не сговаривались, честно. Обыкновенно сегодня в массовой культуре, в современном даже критике художественной Диего Ривера — это муж той самой Фриды, да, который её мучил, который её изменял постоянно, несмотря на его такие внешние данные, несмотря на то, что он был на 20 лет старше. Но, действительно, у Фриды было, так можно сказать, две ипостаси, именно гендерные ипостаси. Как правило, её образ, её облик ассоциируется с такими длинными юбками, функциональными платьями, но есть и другой облик, другой костюм, который является одним из важнейших для неё — это мужской костюм. Одна из работ Фриды, где она изображает себя со стриженными волосами, ну, в общем-то, в таком мужском образе, в таком большом костюме. И некоторые исследователи считают, что таким образом Фрида пытается отомстить своему мужу, с которым они развелись как раз в этот момент, развелись на год, затем они их снова поженятся. Но я думаю, что это никакая не месть, это никакая не попытка, там, показать, что вот смотри, кем я бы за тебя стала. Это, в общем-то, довольно искренний рассказ о себе, о том, что происходит с Фридой, когда нет Диего, когда у неё нет этого места жены и хозяйки, к которым она привыкла. В ней остаётся вот эта вторая её ипостась, ипостась мужчины, активное начало, которое готово побороться. И на самом деле многие современники говорили о том, что у Фриды мужской характер. Ну, особенно, конечно же, для Мексики, традиционного общества, некоторые её поступки казались совершенно мужескими. И интересно то, что в Фриде вот эти две ипостаси, мужская и женская, это не просто, знаете, такое соединение, ну, каких-то элементов, да, то есть, по сути, там, нам он же давно сказал Юнг, да, что в человеке есть всегда вот эти две ипостаси, но для Фриды это совершенно, как бы, это такие идеальные, что ли, образы, то есть, женственная в ней, это абсолютная женственность, то есть, это именно традиционная женщина-мексиканка, которая в традиции занимает своё социальное положение. А мужская роль, это роль творца. Мужчина-творец, это, как бы, мужчина в квадрате. И сам Диего Ревела на одной из своих прессах изобразил Фриду с символом иния. Я думаю, что это был символ самой Фриды, да, которая соединяет в себе две совершенно противоположные, ну, не личности, но хотя бы роли. И как раз за счёт того, что между ними есть некоторое напряжение, какое-то противоречие, я думаю, это было одним из важнейших таких энергетических стимулов для её творчества. Тем более, что вот, находясь им в такой роли, без Диего, да, то есть, потеряв своё вот это вот женское предназначение, Фриды действительно этот год создают очень мало работы. То есть, для творчества, оказывается, это неблагоприятная ситуация. И о том, что с ней происходит, о том, какие именно переживания или какое восприятие рождается на стыке вот этих двух ролей, Фриды говорит, как было обозначено в названии лекции, говорит откровенно. Я хочу немножечко поговорить, собственно, о самой откровенности и о том, почему это близко нам сегодня. Фриды пишут не то, как есть на самом деле, то есть, она, в общем, не собирается нам рассказать с позиции, там, Бога или с позиции человека, который познал, да, вот эта познавательная функция живописи, может быть, немножко на второй план, и отведена. Не то, как должно быть, да, то есть, она не рисует какие-то идеалистические картины, к которым следует стремиться, там, эти образы прекрасные. Она говорит о своём восприятии, то есть, о том, что она видит, о том, что она чувствует. Ну, в общем, в принципе, довольно, я думаю, банальная и понятная идея. И сегодня в современной массовой культуре, а я думаю, вы согласитесь, что Фриды уже стала частью массовой культуры, это довольно востребовано. И другой персонаж, который пользуется такой популярностью, говорит то, что со мной происходит, это Монеточка, да, современная певица. Что объединяет Фриду и Монеточку? Это, во-первых, вот это вот говорить от себя, от своего имени, своего опыта. Во-вторых, это некоторая ироничность. То есть, когда ты смотришь на себя со стороны, вообще на то, что ты переживаешь со стороны, ты невольно начинаешь относиться к этому, с такой игровой позицией. Есть у Фриды такая работа, она может, можно сказать, что она ироничная, это такой немножко чёрный юмор. Работа называется «Я всего лишь несколько раз её уколол». Там изображён мужчина с ножом, нож окровавлен, руки окровавлены, рядом лежит друг недавно убиенной женщины, всё в крови, там очень много крови. И вот эта надпись, я сегодня же кольнула её несколько раз. И тут есть такой момент иронии обыгрывания этой ситуации, это несоответствие слов и реальности. Ну и плюс к тому, многие считают, что это такая картина, которая связана с биографическими аспектами самой Фриды, потому что Фрида чувствует себя как раз вот этой женщиной, которой немножко так кольнули, вот, и на самом деле ей очень плохо. Но она относится к этой ситуации, ну, можно так сказать, судьбой. Но в то же время, для того, чтобы мы поняли, что такое именно откровенность, я предлагаю немножко развести вот эти два понятия. Собственно, новая искренность — это такой относительно современный термин. Вы можете почитать о метамодернизме, например, о постиронии. Я сегодня не буду об этом говорить, но если вам интересно, я даже нашла статьи, в которых рассказывается о том, как именно монеточка отражает метамодернизм. Это такая идеология или такой подход в жизни, к которому нет конституирования. То есть вот эта ирония, эта искренность монеточки не создаёт её саму и создаёт её личность, что ли. Есть образ из песни самой монеточки — это русский ковчег. Она говорит о таком корабле, действительно такой образ. Вот плывёт корабль, ковчег. Он плывёт никуда и ниоткуда, и вообще непонятно, каким образом он ещё держится на плаву. Но так будет всё время. И я смотрела интервью, в котором ей как бы пытались вменить политическую позицию. говорят, что вот вы так сатирой неслись к современному обществу, наверное, вы его претекуете. Она говорит, нет. Ну, я просто вот вижу эту ситуацию, я её описала, но я сама не понимаю, как это всё происходит. То есть для монеточки эта искренность, она не значит, что я как-то изменяю себя. Для Фриды её откровенность — это, конечно, прежде всего создание собственной личности. То есть когда я говорю откровенно о своих корнях, о своих переживаниях, я делаю себя этим человеком традиции, я делаю себя именно тем человеком, который страдает, и принимаю себя именно в этой постасе. И второй момент, который отличает вот эти две формы говорить о своём опыте, это момент, скажем так, лёгкости и глубины. Вот новая искренность — это искренность, которая не предполагает какой-то, может быть, сверхсложной работы по поиску того, что действительно есть во мне. Опять же, ещё одна песня, «Монеточки», «Ночной ларёк». Прекрасная песня, по-моему. И там очень точно, очень детально, как бы практически завораживающе, показан, такой совершенно простой опыт. Ну там, очень-очень простая фабула человека, который проснулся где-то на вписке, у чужого там, человека, который, может быть, он не знает, и пошёл искать пиво, а может быть, вообще непонятно, зачем пошёл, просто гуляет по улице. И вот этот опыт, который, я думаю, знаком для многих современных людей, он такой простой, но он такой описан, детально хорошо схвачен, а поэтому цепляет. Но в то же время, для того, чтобы добраться до этого опыта, не нужно проводить какой-то серьёзной работы в рефлексии над собой. То есть, в принципе, это то, что лежало на поверхности, но просто никто не мог, может быть, описать именно так, столько точно. Откровенность, как раз сам по себе этот термин, говорит нам о том, что человек что-то открыл, потому что произошло открытие, о том, что, ну для Фриды это буквально там, чуть ли не вскрыть себя, да, вскрыть там свою грудную клетку, и найти то, что раньше было закрыто, да, потому что открываем мы, то, что было закрыто, собственно. Поэтому Фрида обращается именно к тем аспектам своей личности, культуры, проблемы женщины как таковой, которые были раньше закрыты. О них не говорили, или о них не говорила, например, она сама, себе. И поэтому это совершенно другая, конечно же, работа. И поэтому, кстати, работа Фриды, с одной стороны, очень индивидуальной, очень личностной, там есть такие моменты, которые понятны, наверное, только через ее биографию, и только ей самой. И есть моменты абсолютно общечеловеческие, ну, по крайней мере, опять же, для, для женщины, да, как и для собирательного образа. Это что-то универсальное. Что же открывает Фрида? Прежде всего, это тело. Это женское тело. Здесь, для того, чтобы нам понять, почему то, как рисовала Фрида, в том числе, собственное тело, это было новаторское искусство, нужно обратиться к истории. Истории искусства. А как изображалось женское тело в искусстве? Вот здесь мы видим работу Тициана Даная, работа 1554 года. Это такое классическое искусство и классическое понимание женщины. Женское тело, такое легкое, воздушное. Оно скорее идея и идеал, чем реальная какая-то телесность. То есть, из этого тела как бы нужно выгнать все осязаемое, все биологическое, природное. Это такой идеал, идея, образ. И кроме того, важный момент, что здесь изображен момент, это мифологический момент, когда Даная зачла ребенка от зерса. То есть, вот так вот на нее падают золотые монетки, золото, которое затем ее как бы оплодотворит. Такое вот представление о моменте зачатия. И да, вот этот момент, вообще репродуктивная функция женщины, это, наверное, одно из важнейших ее умений, что ли, для классической культуры в том числе. Естественно, что и языческая культура, и христианская культура практически поклоняются вот этой способности женщины давать новую жизнь. Способности как бы чудесной, особенной. И именно так поэтому изображается вот этот, в принципе, довольно-таки физиологический момент зачатия в классической культуре. И по сути, получается, что для классического искусства и вообще для классической культуры, конечно, вот это чудо рождения, это как бы чудо, о котором мы можем мыслить, о котором мы можем восхищаться, но, пожалуйста, как бы не нужно себя проявлять. То есть женское дело должно быть пассивным, оно не должно как-то бороться, как-то излишне проявлять свои, может быть, природные особенности. То есть пожалуйста, будь прекрасным, будь плодоносящим, будь идеей, будь образом, но не больше. Поэтому, кстати, один из аспектов то, что практически никогда не изображалось волос на теле, ну только на голове, естественно. Я сегодня не буду говорить о том, что мужское тело в классическом искусстве тоже, конечно, очень сильно видоизменяется, но все-таки у них все-таки есть возможность отразить вот эту активность каким-то образом. Что делает Фрида? То есть если мы посмотрим на эту картину, я думаю, что вы видите большую разницу, например, с тем автопортретом, который мы видели вначале. То есть Фрида вообще отказывается от изображения вот этого тела как какого-то идеала, как чего-то, что... Ну вот так же, повесить на стенку и любоваться. Все. Фрида предлагает нам новое тело. Оно витарно, оно имеет как раз биологические, физиологические особенности, и для Фрида это очень важно. Это никакой не минус, это не то, что нужно скрывать, наоборот, это, по сути, сущность женского тела, ну и тело, конечно, в принципе, да, но в данном случае Фрида говорит о себе прежде всего. И, во-первых, почему для Фриды важна тела? Я думаю, что ее биография очень сильно повлияла на именно эту тематику. Поскольку тело Фриды, такое, в общем-то, довольно привлекательной женщины, начало заявлять о себе, обращать на себя внимание довольно рано и так вот очень настойчиво, что ли. Когда она была ребенком, она переболела полиэмилитом, и одна нога, ее одна нога стала, короче, другой. Затем была авария, очень известная, практически каждый исследователь обращается к этой части ее биографии, авария, когда автобус, к которому она ехала, столкнулся с трамваем, и Фрида получила там просто колоссальное количество повреждений, у нее был раздроблен позвоночник, нога, и она очень-очень долго восстанавливалась, вплоть до того, что, ну, врачи считали, что она вообще не будет ходить. Но в итоге она все-таки реабилитировалась, но правда на какое-то время. С возрастом, естественно, эти проблемы со здоровьем начали все чаще и чаще о себе заявлять, так что к концу жизни она была, по сути, парализована, она не могла, она была не парализована, но она не могла ходить, да, из-за того, что у нее просто позвоночник не позволял ей передвигаться. Затем у нее начала, началась гамгрена, сначала ей отрезали пальцы, потом ей отрезали ногу. То есть представьте себе такое бунтующее тело, которое постоянно чем-то, как бы, как-то себя проявляет. Конечно, для нее это была очень-очень важная тема. И второй момент это желание Фриды иметь детей. Она пыталась выносить ребенка три раза. И все три раза были не были успешными, да, и это были выкидыши, которые, опять же, сопряжены были с очень серьезными проблемами со здоровьем, с тем, что она пребывала в больнице и так далее. Вот в такой ситуации Фрида не хочет скрывать того, как проявляет себя ее тело. А вот это женское, которое нужно, наверное, было бы, по идее, показывать, как, ну, как бы, у меня все в порядке, так принято говорить в традиционной культуре. И вот этот момент вообще именно того, что именно женское тело потерпевает страдания, это момент, я думаю, который многие разделят, но особенно момент как раз вынашивания ребенка, который не такой чудесный, не такой прекрасный, как нам показывает классическое искусство, который не вот так вот по волшебному какому-то мановению происходит, а действительно связан с очень серьезной перестройкой организма, который немножко даже бунтует, да, против вот этого рождения. и Фрида, вот здесь вот ее эскиз, да, она хочет показать этот момент зачатия, этот момент рождения, который для нее очень важен, об этом я чуть позже скажу, как момент биологический и физиологический, как как то, что имеет какой-то, ну, нехорошо сказать, выход, то, что как-то проявляется в том числе в теле, да, то есть тело показывает это, оно как-то дает об этом знать, и Фрида не хочет, чтобы это было скрыто, и Фрида все это связывает именно с природой началом человека, но давайте поговорим о вот этом моменте рождения, для меня было странно, сначала, когда я читала биографию, что человек с такими проблемами со здоровьем хочет иметь детей, при том, что на нее не давил социум, наоборот, Диего не хотел детей, да, все понимали, что, ну, слушай, тебе, наверное, не нужно, но она хотела, и это было странно, но это совершенно вписывается в то, как она вообще понимает мир, да, как она видит мир, потому что для Фриды момент вот этого рождения, момент вообще появления новой жизни, это, по сути, центр мироздания, здесь она изображает, картина называется Моисей, 45-го года, здесь она изображает, по сути, такую личную мифологическую картину, где в центре мироздания находится вот такой младенец, Моисей, который явно здесь символизирует именно появление новой жизни, при том, ну, может быть, вы заметили, да, что это все так обрамлено в рамку, ну, такую, достаточно, физиологичную, то есть вообще Фрида специально изучала анатомию, да, и по сути здесь изображена матка, но изображена так немножко как в преображенной форме, да, то есть это практически языческая мифология, в которой момент рождения с одной стороны очень плотский, очень телесный, очень естественный, биологический, а с другой стороны и идея. И вот для языческого сознания соединение идеи, образа и телесности это совершенно нормально, то есть оно вообще не обязательно должно разделяться, то есть если мы хотим рисовать какой-то образ, он не обязательно должен быть такой воздушный, выборенный, он может быть чуть ли не осязаемым. И что вообще здесь происходит на этой картине? В центре мы видим также солнышко, которое конечно же тоже является символом плодородия, жизни, которое вот это все благословляет, освещает и дает вообще возможность существовать всем существам, всем ликам, которые есть в мире. и Фрида дает такую иерархию, то есть мы видим наверху это боги, притом это боги практически все подряд, то есть в этом смысле Фрида, которая по сути коммунистка и атеистка, то есть она в этом смысле следит за Диего, Диего коммунист, значит я тоже, но это конечно не коммунистическое воззрение, в смысле не то понимание материи, то есть Фрида в общем-то исходит из такого понимания мира, как материи, но материя для нее это не то же самое что материя для Маркса, а такая изученная по-глупой. Это материя мифологизированная. Ну и затем здесь есть великие люди, да, тут Маркс, Сталин, вот даже Гитлер, то есть все, опять же, амбивалентно, неважно, что они сделают плохое или хорошее, ну и вот эта толпа, это по сути простые люди, которые идут вслед за этими великими вождями. Вот, и здесь есть же смерть, да, то есть вот демон, смерть, это все также вписано в картину мироздания. И вот этот момент того, что смерть по сути является частью жизни, это момент очень важный и для Фриды, и для мексиканской культуры, в которой она сформировалась. Соединение жизни и смерти. Во-первых, то, как Фриде понимает жизнь, это, я уже сказала, что это жизнь довольно плотная, плотская, телесная. Фриде изображает цветок жизни. Я думаю, что если сказать, что нужно изобразить цветок жизни даже современному человеку, который уже к вангарду, но все равно, скорее всего, человек нарисует такой, ну там, красивенький цветочек, какой-то пестренький, да, легкий, как бы, как символ, как то, что только символизирует жизнь, и никак не связанная с телесностью этой жизни. Для Фриде цветок жизни, он такой, может быть, несколько грубый, не такой рафинированный, но, опять же, он так аллегорически намекает на деттородные органы, и, опять же, это для Фриде совершенно нормальное понимание жизни, жизнь, как нечто материальное. и смерть является, по сути, частью жизни. Вот здесь изображена девочка с маской смерти. Ну, во-первых, может возникнуть вопрос, а почему именно ребенок носит маску смерти? Ведь, казалось бы, именно ребенок дальше всего от смерти еще жить, да жить. Но в этой картине мира, такой полумифологической, именно ребенок ближе всего к смерти, потому что вот как бы он близок к началу цикла, да, в завершении цикла смерти. То есть, по сути, это круг, поэтому географически это, наверное, геометрически ребенок ближе к смерти. И в ребенке уже эта смерть есть, потому что раз он родился, значит, кто-то умер, и, соответственно, своим рождением он также, ну, не сказать, что обрекает, да, но он показывает вот это вот движение жизни и смерти. И вот этот момент связан, я уже сказала, с мексиканской культурой. Вот сегодня есть такая синкретическая современная религия Санта-Муэрто. Это поклонение смерти. Во времена Фриды такой религии еще не было, но был праздник День мертвых. Это традиционный мексиканский праздник, в котором празднуется вообще наличие смерти, в котором смерть хвалится, да, какие-то подношения приносятся, и очень известный такой символ этого праздника это сахарные черепа, такие разукрашенные. И сама Фриды участвовала в такого рода празднествах, она изображена вот здесь фотографией, где она держит такую черепушку, которая сладенькая, ее дают детям, да, то есть представьте себе несчастные мексиканские дети, которым черепушки раздают в качестве сладкого. Для Мексики это совершенно естественно, да, и в принципе это такой аспект, который встречается во многих органических культур, включение в смерть и водоворот в жизнь. Но что же значило для Фриды вот эти корни мексиканские? Скорее всего, многие, кто немножко слышал об ее творчестве, знают, что Фрида предпочитала носить такие национальные костюмы, потому что она своеобразно одевалась, но в то же время, об этом как раз не часто говорят, ее костюмы не были 100% аутентичны, хотя у нее были все возможности таковыми сделать. То есть Фрида часто сама создавала, разрабатывала дизайн своего облика, и там была такая синтетическая, был такой синтетический образ, в котором могло быть, например, платье какой-нибудь индианки, мексиканцы-крестьянки, и в то же время сережки, стилизованные, этно-сережки, стилизованные. И вот нужно сказать, что в это время Фрида попадает в такой тренд, в это время в Европе и в Америке. Вот эта вся этника, вся экзотика, она очень в почете. То есть люди вообще очень сильно интересуются национальным, архаичным, язычеством, мифологией, в искусстве обращаются, происходит обращение к каким-то древним искусствам, к Японии, к африканскому искусству, в литературе также происходит обращение к мифологии, к культурологии, к философии, начинают исследовать мифологическое сознание, древние культуры, этносы. То есть она оказывается на острие очень авангардного течения, несмотря на то, что казалось бы она застряла где-то в традиции. Но нет. И для Фринды, как и для большинства мексиканцев того времени, вот эта неаутентичность, на то, что сегодня мы могли бы сказать, что надо нормально одеться. Если ты выбираешь себе образ индиан, то, пожалуйста, соответствуй. Не надо на свои какие-то сережки напяливать. Но для Фринды, для мексиканцев это совершенно нормальная, естественная ситуация. То, что в их традиционную культуру вторглась другая культура, и она уже ассимилировалась, и она уже стала современной, авангардной, для Фриды, я думаю, нет какого-то серьезного противоречия между вот этим национальным моментом и авангардом. И вообще ее происхождение это древние индейцы плюс немцы. То есть ее предки сочетают себе какие-то казалось бы совершенно противоположные культуры. Для Мексики это совершенно нормально. И Фриден запечатляет себя в качестве вот такого человека близкого к мифологическому древнему традиционному сознанию. И естественно сейчас я думаю для большинства из нас такая аксиома то, что во сне у нас открывается бессознательное, там соединяемся либо со своими личными какими-то страхами либо если это юнг то это коллективное бессознательное то есть это бессознательное нашего рода вот что-то такое может быть даже общечеловеческое но для Фриды я думаю сон это даже больше это соединение со вселенной как таковой а то есть сон это как раз тот момент когда мы можем выключить немножко наше рациональное наше я убрать его подальше и остаться наедине с тем как ну что есть вообще в мире что есть во вселенной вот смотрите как интересно она изображает по сути иерархию мира мы здесь видим саму Фриду которая спит на кровати ее укрывают такие растенницы здесь нарисованы корни которые тоже являются одним из таких очень-очень важных образов для нее то есть корни это то что близко к земле это то что в традиции в природе Фрида как бы здесь соединяется с вот этой живой природой но здесь есть и момент неживой природы вот тут очень смешной такой человечек по сути это мертвец то есть с одной стороны мы видим вот такой череп и с другой стороны у него вот такое тело как гипсовое да может быть это еще отсылка тем корсетом который ей все время приходилось носить и у него вот тут даже как будто какая-то арматура вот он похож на штуковину со стройки и тем не менее он либо держит либо из него прорастают цветы символ жизни в сознании Фриды все эти моменты живая и неживая природа это часть общей вселенной и они неразрывно связаны друг с другом даже те которые даже те части неживой природы которые были созданы человек неважно они тоже рисуются в этот мир в этот мир в это время практически в это время чуть раньше Сальвадор Дали рисует одноименную работу он тоже говорит о сне он тоже говорит о бессознательном и вообще сюрреализм становится одним из таких самых популярных направлений и нужно сказать что Фрид очень многие считают ее работы сюрреализм более того Фрида встречалась с Англии Бретоном одним из вождей сюрреализма писателем который увидев ее работу сказал очень круто ты пишешь сюрреализм и он даже помогал ей устроить выставку Фрида соглашалась говорила да хорошо на выставку я пойду общаться с тобой будут но я не сюрреалист и она никогда не принимала вот такую такого нервокали она не принимала себя в качестве одного из последователей этого направления почему вот казалось бы действительно у Бретона есть все основания считать ее сюрреалисткой а тоже про сон тоже про какие-то корни человечества которые там в природе древних обществах зиждется но для сюрреалистов вот этот момент бессознательного это то что нужно еще вытащить по сути сюрреалисты оказываются такими европейцами американцами такой западной рационализированной культурой которая пытается найти в себе те самые корни которые мы давно забыли и у сюрреалистов были специальные методы как раскачать себя чтобы выйти наконец на это бессознательное фридом находится в совершенно другой ситуации когда это смешение уже произошло когда изнутри традиционной культуры мы принимаем некоторую рефлексию и поэтому для нее то что делали сюрреалисты это странно потому что как она говорила я в этом живу это не сон для меня вот та реальность которую я создаю это не попытка выйти в пьяный бред сериалисты пользовались такими методами расширить свое сознание но Фрита хотя она тоже употребляла алкоголь очень много но для нее это было естественным нормальным для той традиционной культуры в которой она живет и потом станет популярным такое направление в литературе магический реализм это Маркес Борхес которые также говорят мы просто видим так мир наш народ видит так мир а для европейского человека это какая-то диковинка это возможность найти что-то может быть в себе что очень-очень глубоко закопано и в завершении я хотела бы рассказать точнее подвести итоги и сказать о том каким на мой взгляд является восприятие гибель что мы можем теперь о нем сказать во-первых это осязаемость образа то есть вообще-то сегодня мы говорим о визуальном искусстве а визуальность для европейской традиции это способ рационализировать вот ту материальную реальность которую мы видим ее может быть идеализировать ее осознать и немножко отойти вот как раз от этих ощущений там осязаемости вкус запах и так далее образы Фриды они очень плотные они осязаемы поэтому может быть они кажутся кому-то несколько грубоватыми и я думаю что она не только так изображала но и так видела мир то есть она не была там той женщиной для которой вот так вот знаете дотронуться до чего-то можно только кончиками пальца второй момент как раз вот эта связь с природой и традицией и важно что это было опять же часть ее восприятия то есть это не было только идей я в этом убеждена то есть по сути видя какие-то предметы живой неживой природы она сразу понимала их связь ну точнее чувствовала их связь со вселенной как таковой можно провести такой эксперимент как бы действительно вот эти идеи мифологические они или рациональные влияют на восприятие ну вот например все мы знаем что есть гравитация но как правило вот эта идея гравитации не вписывается в наше восприятие наше переживание и вот если вы протянете руку то скорее всего вы будете чувствовать просто что рука тяжелая но если постараться и начать себе представлять что там есть какие-то волны или какой-то магнит который тянет да то вы можете буквально почувствовать физически что что-то вас тянет что это не рука тяжелая а есть вот эти вот вот это притяжение какие-то нити я думаю что для Фриды окружающий ее мир был таким же то есть она буквально чувствовала вот эту связь всего со всем и третий момент который собственно вытекает связан с двумя предыдущими это телесность которая встроена в тело мира опять же буквально физически да так вот материально мое тело является просто частью какого-то более большого тела и здесь как раз возникает такой момент что несмотря на то что мое тело тело Фриды тело страдающие тело которое переживает постоянно как-то вот себя проявляет составляет на себя обращать внимание но это само по себе для Фриды не является каким-то несчастьем не является поводом по крайней мере хулить мир и она пишет в 45-м году это год когда у нее уже начались проблемы со здоровьем снова возвращаться она пишет работу дружественное объятие вселенной вселенная дружественна несмотря на то какие мучения она приносит Фриде и здесь снова мы видим такую картину мира где есть несколько уровней и это тоже кстати очень важный момент что для Фриды вот эта всеобщесть вселенной это не какой-то гомогенный бульон где все во все превращается а это некоторая последовательность некоторой ступени одно из другого исходит все логично в этом мире соответственно здесь есть космос есть вот эта девушка которая видимо символизирует традицию и символизирует природу а для Фриды это моменты друг с другом связаны то есть в ее правозрении как раз нет разрыва между культурой и природ природа продолжает природу поэтому может быть ей очень сильно не нравилась американская культура которая пытается разграничить мексиканцы с ее точки зрения наоборот они видят вот эту гармону и следующий момент это сама Фрида и смотрите как она себя интересно изображает Фрида держит в руках Диего Диего является по сути ее творением над тем что создает Фрида мы видим что вот этот культурный природный образ это женщина из нее прорастают деревья из ее груди капает молоко и все это конечно скорее всего доставляет ей какие-то неудобства но по крайней мере это некоторая жертва то есть оказывается что вселенная устроена таким образом что каждый новый уровень он вынужден жертвовать чем-то для того чтобы породить следующий и Фрида тоже должна чем-то пожертвовать для того чтобы родился следующий уровень это Диего для нее но так как детей у нее не получилось сделать это Диего почему потому что Диего как великий художник она его нарисовала с третьим глазом человек который видит чего не видят другие этот художник отчасти создан ей потому что Фрида пыталась просто любым способом сделать его пребывание в мире комфортным удобным чтобы только он мог рисовать чтобы только у него была эта творческая энергия и поэтому для Фриды оказывается что важным самым главным произведением становятся ее картины а вот этот Диего художник который сможет с ее точки зрения создать что-то великое и здесь конечно очень интересная у нас получается ситуация мы часто слышим о том что великие люди создаются женщинами что им помогают женщины которые находятся рядом с ними но они находятся в тени а здесь ситуация такая очень противоречивая потому что Фрида себя как раз такой женщиной видимо чувством которая помогает великому но на самом деле именно она заняла по крайней мере в культуре вот эту позицию которую готовила для Диего позиция творца и возвращаясь к этому слову открытие откровение когда Фрида пишет когда Фрида создает допустим создает Диего как художника по сути если мы исходим из этого из этой картины мира по сути она не создает ничего нового в том смысле что во Вселенной как бы уже все есть то есть это не прибавление ну как бы бытие вот оно не может стать больше чем оно есть поэтому для Фрида конечно это не совсем создание чего-то нового создание чего-то нового это всегда открытие того что уже было но просто мы этого не замечали или это какая-то новая форма поэтому для нее искусство это открытие это создание это как бы возвращение корня с помощью которого происходит движение вперед и я думаю что в своих исследованиях когда я исследовала творчество Фрида и сегодня когда я вам об этом рассказывала я по сути пользуюсь таким же методом то есть на самом деле все что я сегодня говорила уже было это уже сделала Фрида это уже сделала культура но в то же время я надеюсь что что-то новое и вы для себя обсвоили и я конечно тоже спасибо я что ваших вопросов